Здравствуйте, в эфире программа «Лицом к лицу». Меня зовут Сергей Чернышев. Украина присоединилась к инициативе ЮНИСЕФ об улучшении благосостояния детей и молодежи. Соответствующий меморандум был подписан премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и главой представительства детского фонда ЮНИСЕФ Джованной Барберис. Инициатива работает с 1996 года и к ней привлечены более 30 стран мира на всех континентах. О программе, которая призвана защищать права детей и молодежи, будем сегодня говорить с нашим гостем. Это руководитель Департамента социальной политики ЮНИСЕФ в Украине Артур Айвазов. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. И для начала цитата премьер-министра Владимира Гройсмана. Этот меморандум позволит объединить усилия местных властей с правительством ЮНИСЕФ для того, чтобы создавать надежную, комфортную среду для жизни в территориальных общинах. Безусловно, нужно создать качественную среду для развития и самореализации детей и молодежи. Это означает, что они должны принимать участие в принятии решений с полкомами в местных советах в вопросах, которые касаются детей. Нужно также советоваться с детьми по поводу принятия решений. Я так понимаю, что речь и о детском омбудсмене, и вообще глобально. Как будет работать, как должна работать эта программа, и в каких городах она уже запускается? Хорошо. Смотрите, после подписания меморандума программа абсолютно добровольная. То есть все муниципалитеты в Украине, громады большие, маленькие, средние, могут подаваться. То есть это может быть город Киев или новосозданная объединенная территориальная громада. То есть инициативами выступают общины, они же громады. Да, да, да. То есть это их добровольное желание присоединиться к инициативе. После этого они должны подписать соответствующий меморандум с ЮНИСЕФ, и они должны понимать, что у них тоже есть уже с этого момента, они берут на себя обязательства. Программа выглядит не очень сложно на самом деле. Муниципалитет должен понять у себя, оценить ситуацию с реализацией прав детей и молодей, собрать данные, проанализировать, понять, какие приоритетные направления они хотят реализовать. Не все сразу, а выбрать приоритеты. В этом процессе обязательно нужно не просто проконсультироваться с детьми и молодыми же, разве того, чтобы поставить галочку, а надо уже вовлекать их в процесс принятия решения более системно. И это, я вам сразу скажу, не очень легко сделать, потому что с первого взгляда для людей это звучит не очень понятно. То есть зачем спрашивать то, что мы знаем лучше. Фокусом этой программы является и то, что, и обязательным условием, что надо вовлекать детей в молодь, в принятие решений. А, да, как детей привлекать к принятию решения? Вы знаете, есть различные технологии, методологии, как это сделать, не ущемляя, во-первых, права детей. Что вам будет лучше, да, например, спортивная площадка или... Ну, у нас, не здесь, в моей презентации, но есть прекрасные слайды, как мы, когда я говорю, мы взрослые, как мы делаем что-то для детей, и получается так, что это не совсем то, что они хотели. То есть если мы изначально делаем что-то для них, и нам кажется, что мы делаем это хорошо, поверьте, опыт у 38 стран, они уже доказали, что это не совсем так. Ну, на самом деле, и соглашусь с вами, и не совсем, потому что, например, если мы говорим о ликвидации очередей, да, например, что кабинет министров сейчас, над чем работает, над системой социальной защиты, в чем она выражается? Например, ликвидировать до 2020 года очередь в детские сады, например, это программа правительственная, и как может в этом вопросе помочь ЮНИСЕФ? Смотрите, это государственная программа. И это же нужно для детей, правильно? Да, это государственная программа, это дополнительный стимул и дополнительный приоритет, который правительство взяло на себя. Эта программа напрямую относится к праву детей на образование, обязательно, это дошкольное образование. Но, с другой стороны, ответственность и финансирование, и полномочия по дошкольному образованию являются полномочиями местной власти. То есть государство решило простимулировать приоритет, который, по сути, полностью поддерживается и нами так же. Но если государство бы это не сделало, то сегодня у нас это полномочия местных властей, и его никто не отменял. Другой вопрос в том, что когда в системе местного самоправления немножко меняются правила игры, у нас есть уже новые мэры, выбранные, с советами, хорошие, плохие, но они сами решают, что делать. Если они захотят не инвестировать в детей и в дошкольные, поверьте, это их право. Вот смотрите, община, например, хочет присоединиться к программе, и они понимают, что у них есть возможность получить некое финансирование на ту или иную программу. На что они могут рассчитывать? На какое финансирование, под какие программы, и кто будет за это отвечать? То есть, грубо говоря, перед кем нужно будет отчитываться? Перед Кабмином, перед налогоплательщиками украинскими, перед ЮНИСЕФ, перед кем? Ну, во-первых, однозначно перед налогоплательщиками ЮНИСЕФ и перед тем, кто их выбирал, да, а во-вторых, в рамках нашей программы мы предоставляем техническую помощь, но мы также поможем тем муниципалитетам, громадам, которые присоединились, в процессе фандрейзинга, да, чтобы найти финансирование на те дополнительные программы, на которые у них не хватит средств. То есть, вы помогаете? Мы тоже поможем, да. В фандрейзинге? Да. И, во-вторых, никто не исключал, что государство тоже может к этому процессу подключиться. То есть, в дополнение к тем программам, которые сегодня идут, да, правительство очень серьезно рассматривает эту программу как дополнительный стимул, да, и как процесс, который может стать заразительным, в положительном смысле этого слова, да, и предоставить дополнительные стимулы. То есть, это и предусматривает меморандум, непосредственно. Да. И более того, я вам хочу сказать, что в меморандуме есть процесс, по-английски скажу, recognition, да, то есть, если муниципалитет уже начал процесс, отчинил ситуацию, выделил свои деньги, может, небольшие, но главное, что это показывает коммитмент, муниципалитет получает кандидатский логотип, что уже является небольшим поощрением. Если совсем точно перечислить, признание, да. Признание, да, но после этого признания через некоторое время муниципалитет должен реализовать эту программу, то есть, кандидатский логотип не означает полноценный логотип. После реализации программы ЮНИСЕФ оценивает ситуацию и дает полноценный логотип. Хочу здесь остановиться, это очень важно. Да, и, по сути, это recognition в правильных реках, да, он монетизируется, то есть, по сути, ЮНИСЕФ никогда, ни при каких обстоятельствах не дает свой логотип никому. Это бренд, который стоит, в общем, бесценен, можно сказать, но если в рамках бренда смотрится... Давайте не оценивать в день, когда... Да, 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 но единственным исключением является ассоциированный с нами логотип муниципалитетом, потому что мы считаем эту программу, это как бы реализация конвенции по правам детей, что является нашей ЮНИСЕФовской конституцией, можно сказать, на местном уровне. То есть, только муниципалитетам дается такое признание. Смотрите, я бы хотел еще одну цитату премьер-министра, думаю, что рекомендации по созданию детских и совещательных молодежных советов, создания советов омбудсменов должны быть реализованы, должен быть диалог внутри громады или общины, чтобы было понятнее, да. И вот тут у меня есть еще цифры, я бы хотел разъяснить. Например, что финансирование региональных проектов развития спортивной инфраструктуры для детей и юношества, про выделение в этом году 1 миллиарда гривен для переоснащения начальной школы. Ну и тут, например, у молодежных организаций, у представителей детей спрашивают, а вам нужны спортивные, например, площадки? Кто-то скажет, да, кто-то скажет, нет, давайте на компьютерные клубы, и мы хотим играть на приставках. То есть, понимаете, как эта коммуникация происходит? Смотрите, то, что вы обозначили, это является государственными приоритетами. И это государственные. Я полностью их поддерживаю, да. Но они, на самом деле, государственные, но реализуются они все на местах, то есть в конкретных муниципалитетах. То есть это, по сути, предприимка, помощь муниципалитету по одному из направлений. В рамках этой программы муниципалитеты сами должны прийти к своим приоритетам, да. То есть у них будет ряд программ, которые совпадут с государственными, ряд программ, которые они сами посчитают приоритетными. Главное, чтобы они правильно оценили ситуацию и создали экшн-план, который отражает проблематику, которая у них есть. Ну, я, например, считаю, я лично, я считаю, что нужно создавать как можно больше спортивных площадок. Вы как кто? Я как гражданин Украины и как человек, который хочет заботиться о будущем детей украинских. Да, я считаю, что, например, к вам обращается. И вот у меня еще вопрос. А как узнают? Ну, хорошо, я знаю, да. Я читаю там урядовый портал, например. Я знаком с решениями кабинета министров, правительства, с вами общаюсь в студии, да. А представители той же общины. Как они узнают? И, например, если они приходят, как они будут договариваться? Потому что сейчас приоритетнее. Вы очень хороший вопрос подняли. На самом деле эта программа именно помогает развить вот такой диалог между общиной, между индивидуами, их представителями, между бизнесом и местной властью. Потому что местная власть, по сути, в рамках этой программы говорит следующее. Мы провели объективную оценку ситуации, просмотрели данные, спросили у вас. Мы поняли, что вот список проблемных направлений. Не то, что кто-то что-то сказал, да, а вот объективные данные. С этими объективными данными мы все вместе должны работать и понять, какие из них мы берем первоочередными. Потому что выбор идет не между хорошей или плохой программой, а между хорошей и очень хорошей. И той, которую мы вместе договоримся сделать. То есть это, по сути, процесс, который должен быть инклюзивным с точки зрения участия. И в конце муниципалитет уже скажет, то, что мы делаем, это было же с вами уже обговорено. Вот результат нашей работы. То есть это не получили 5 копеек, потратили 6 копеек. А вместе увидели, что нужно сделать в детский садик. То есть выбрали это как приоритет. Договорились, сделали, показали. То есть местное самоуправление становится уже реально местным самоуправлением. Потому что это диалог. То есть он принципиально отличается как система от госуправления. В том-то его и красота. В гугле можно найти что угодно. Главное, нужно понимать, что искать. Что ты собираешься искать. А про детских омбудсменов? Очень интересное начинание. И один из подписантов нашего меморандума – это президентский омбудсмен Николай Николаевич Кулеба. Эта идея исходила от него. И мы ее тоже поддерживаем. То есть, по сути, это более расширенная сеть представителей детей. То есть она помогает очень быстро и эффективно показать, выявить какие-то нарушения, показать их по соответствующему каналу. Но и также они являются ключевым участником этой инициативы. То есть это одна из платформ, с которой местная власть может сотрудничать. И не только с ними. Омбудсмен. Уполномоченный по правам человека, например, он один в Украине. Понятно? Сейчас это Людмила Денисова. Но вопрос не в персоналях, вопрос, например, в детском омбудсмене. Это тоже один? Это же не государственный титул. Я понимаю, да. Но я просто провожу параллели. Например, есть омбудсмен в каждой стране. Он свой, избирается на определенное количество лет, в каждой стране по-разному. Вот у нас, я привел пример, да, с детским омбудсменом. Как? Это для каждой территориальной общины будет свой омбудсмен? Либо это все-таки один омбудсмен, которому все дети, ну, грубо говоря, да, могут пожаловаться на нарушение БРАВ? Это больше программный подход. Потому что если мы будем смотреть уже чисто с нормативной точки зрения, да, нормативная – это институт омбудсмена, который сейчас руководит госпожа Денисова. И у нее есть в ее структуре региональные представители. И это омбудсмен по правам человекам. И у нее же в мандате есть защита прав детей. И это так во всех странах. Но в Украине ситуация немножко отличается. У нас есть еще Николай Николаевич Кулеба, который является по-английски, скажу, не обмудсмен, он комиссионер. То есть в стране может быть один обмудсмен. Но это неплохо, что есть второй человек. А он член совета. Нет, это немножко другое. Николай Николаевич при администрации президента. И это неплохо, когда еще дополнительный ресурс, который занимается программами детей. Это хорошо, и это мы поддерживаем. Ему надо сказать большое спасибо за то, что реформа дезинституализации сегодня в Украине началась. То есть это была инициатива, которую он как локомотив протаскивал. И до сих пор тянет за собой. И до сих пор тянет за собой. И до сих пор тянет за собой, да. То есть это неплохо. Это неплохо. Глава представительства детского фонда ООН отметила, что этот меморандум свидетельствует о намерениях создать в Украине муниципалитеты дружественные к детям и молодежи. Также она поблагодарила премьер-министра за поддержку инициативы «Община дружественная к детям и молодежи». Например, если я представитель общины и принимаю какие-то решения, да, я взрослый человек, и я, например, уже сказал, да, что я как гражданин считаю, что нужно развивать спорт, давать детям возможность заниматься спортом на детских площадках, комфортных, чтобы у них были всевозможное оборудование. Даже если это происходит на улице, тем более летнее время, все хорошо. Я должен в любом случае прийти к представителям детей, молодежи и с ними поговорить, да. То есть я должен собрать какой-то актив, и уже дети становятся немножко взрослыми. Да. И они говорят, нет, мы хотим вот так. И я уже сам, я могу им предложить, давайте проведем голосование, давайте проведем... Вы можете им отказать. Круглый стол. Можете им отказать технически, но вы должны найти способ их убедить, или они убедить вас, и вы должны найти консенсус. То есть красота этой программы, на самом деле, в том, что в рамках этой программы легче найти консенсус. То есть она предполагает создание диалога. А в диалоге уже легче сказать, вот твое мнение, вот мое, твои аргументы подкреплены такими знаниями, таким видением, но у меня есть другое. И плюс еще есть третий, позиция которого не подкреплена. И особенностью этой программы является то, что у нас же есть группы, население и дети, интересы которых не всегда видны и не всегда популярны. В этой программе мы просим муниципалитетов, чтобы они обязательно учесть именно ту группу. Спасибо большое за ваши аргументы и за разъяснение. Мне точно стало более понятно. Надеюсь, что нашим зрителям тоже. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был руководитель Департамента социальной политики ЮНИСЕФ в Украине Артур Айвазов. Меня зовут Сергей Чернышев, это UATV. Не переключайтесь.